Добрый вечер, в эфире Баку-ТВ новости на русском, в студии Сара Гамзаева. В начале коротко о главном. Отчет Европейского парламента подготовлен под диктовку армянского лобби. Милимеджлис Азербайджана осудил проармянский отчет Европарламента. Европейскому парламенту важнее личные интересы его членов, нежели международное право интересы Евросоюза. Антиазербайджанский доклад Европарламента решительно осудил и Медазербайджана. Вперед с гордостью. В Азербайджане впервые стартовал ультрамарафон Ханькенди-Баку. Первый этап ультрамарафона завершился в Евлахе. Кто занял первое место? Сегодня в выпуске. Президент Азербайджана Ильхам Алиф направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Венгрии Тамашу Шуйоку. В поздравительном послании отмечается, что Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана. Нынешний уровень основанных на взаимном доверии Азербайджана венгерских отношений, которые день от дня обогащаются новым содержанием, вызывает удовлетворение. В письме главы государства подчеркивается, что Азербайджан придает особое значение расширению обладающих большим потенциалом межгосударственных связей с Венгрией во всех сферах, в том числе дальнейшему углублению стратегического партнерства. В адрес президента Ильхам Алифа продолжают поступать поздравления по случаю его переизбрания на пост президента республики. Президент Федеративной Республики Бразилия Луис-Инасио Лула-Дасильва направил президенту Азербайджана поздравительное письмо. В письме выражается надежда на то, что дружественные связи между Бразилией и Азербайджаном будут и дальше углубляться в международном масштабе на благо двух народов. Международный комитет Красного Креста провел конфиденциальный двусторонний диалог с намоченными официальными структурами по поводу задержания азербайджанского военнослужащего. Об этом сообщил бакинский офис Международного комитета на своей странице в социальной сети Икс. В нем отмечается, что в соответствии со своим мандатом Международный комитет Красного Креста посещает задержанных, чтобы контролировать обращение с ними и условия содержания, а также помогает им связаться со своими семьями. Напомним, утром 28 февраля военнослужащий азербайджанской армии Руслан Панахов заблудился при плохих погодных условиях в Лачинском районе и был задержан армянской стороной. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении Панахова. Продолжаем выпуск. Азербайджан и Армения договорились продолжить переговоры по открытым вопросам. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзаяна в Берлине 28-29 февраля. Отмечается, что министры и делегации обсудили перспективы положений проекта двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Была выражена взаимная договоренность о продолжении переговоров по открытым вопросам. По дивизии на главы МИД встретились с министром иностранных дел Германии Ананленой Бербек, как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. Министр Джейхун Байрамов выразил признательность за германской стороне за проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией, говорится в сообщении МИД. Каждый шаг на пути к миру между Баку и Ереваном имеет большое значение. Об этом министр иностранных дел Германии Аналена Бербек написала на своей странице в соцсети X, комментируя двухдневные переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, по проекту мирного договора в Берлине. Армения и Азербайджан следуют смелым и в то же время непростым путем к мирному договору. Как федеральное правительство мы поддерживаем мирные переговоры, где бы они ни проводились, чтобы рано могли зажить и мир стал возможным. Каждый шаг на пути имеет значение, отмечается в публикации главы МИД Германии. Парламент Азербайджана осудил проармянский отчет, принятый Европейским парламентом накануне. Этот документ подготовлен под диктовку армянского лобби, подчеркивается в заявлении Мили Меджлиса. Мили Меджлиса Азербайджана решительно осуждает и протестует против предвзятых, односторонних с точки зрения понятия международного права и справедливости мнений, отраженных в ежегодном отчете, принятом Европейским парламентом 28 февраля. Об этом говорится в заявлении Мили Меджлиса. Выдвинутые в данные резолюции абсурдные утверждения в период, когда в Германии проходят мирные переговоры, вызывают серьезные вопросы. Действительно ли Европа заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе? Для европейских парламентариев, призывающих к решительным шагам в введению санкций против Азербайджана, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана менее важны, чем суверенитет и территориальная целостность Армении, справедливо задается вопросом автора заявления. В документе также подчеркивается, что указанные в отчете мнения о необходимости вооружения Армении ярко отражают намерение обострить ситуацию в регионе, препятствовать мирному процессу. Похоже, что Европарламент полон решимости продолжать стремиться к новым успехам в своих лицемерных подходах к событиям на Южном Кавказе. Ряд моментов, отраженных в ежегодном отчете Европарламента, дает основания утверждать именно это. Если обратить внимание на моменты, которые совпадают с официальными заявлениями Армении, то становится ясно, что этот документ был подготовлен под влиянием и диктовку армянского лобби. Европарламент должен понимать, что этот документ, как и ранее принятые резолюции, не имеет для Азербайджана никакого значения. Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не могут быть поставлены под сомнение. Никто не может оказывать давление на Азербайджан. Медлимежлис Азербайджана решительно осуждает намерение Европейского парламента нанести удар по усилиям, направленным на обеспечение мира и стабильности в регионе. Рекомендует заниматься не такими мелочными провокациями, а серьезными и неотложными вопросами, беспокоящими Европу, говорится в заявлении. В армянских СМИ тиражируется новость о том, что Европарламент принял резолюции с призывом увеличить миссию ЕС в Армении, разместить дополнительную миссию на границе с Турцией, ввести в ущерб себе же санкции против Баку, заморозить новые соглашения и приостановить переговоры о них. Как бы смехотворно это ни звучало, но европарламентарии, то ли от необразованности, то ли страдая склерозом или деменцией, призвали власть Азербайджана, неоднократно заявлявшая обо всем ниже перечисленном, разрешить безопасное возвращение армянского населения в Карабах и предоставить твердые гарантии защиты их прав. Ну и последним аккордом БТКК в фоне политической безграмотности в угоду армянскому лобби прозвучал призыв в адрес Азербайджана разрешить присутствие миссии ЕС на своей стороне границы в Карабахе. Своим экспертным мнением на эту тему с Баку-ТВ поделился политолог Расим Мусабеков. К сожалению, это не первый случай безответственного одностороннего проармянского заявления, которое принимают европейские парламентарии. Ну, у них скоро выборы, и эти люди ориентируются на значительной степени голоса. Состоятельные армянские диаспоры, которые достаточно широко представлены на таких странах, как Франция, есть они и активные, Бельгия, Нидерланды. Вот с ориентацией на этих избирателей, на их поддержку, европейские парламентарии из разных партий делают подобного рода заявления. К счастью, их заявлениям грош цена. Никаких последствий эти заявления не вызывают. И Азербайджан просто примет во внимание. Мы и так практически прекратили все отношения с европейскими парламентариями. Ну, и подобного рода заявления вряд ли добавляют желание эти отношения налаживать. Поэтому они могут говорить все, что им угодно, но реального воздействия на политику подобного рода заявления нулевые. Вот все, что я могу сказать. Ну, и надежда, что после выборов, которые будут летом в Европарламент, количество подобных безответственных депутатов в Европейском парламенте хоть несколько сократится. Антиазербайджанский доклад Европарламента решительно осудил и МИД Азербайджана. Европейскому парламенту важнее личные интересы его членов, нежели международное право и интересы Европейского Союза, заявил спикер внешнеполитического ведомства. Мы решительно осуждаем и отвергаем доклад Европейского парламента о реализации общей политики безопасности и обороны, в котором нашли отражение пункты против Азербайджана. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гажезаде. Содержащиеся в докладе статьи являются составляющие клеветнической кампании против Азербайджана. Все факты в них искажены, носят клеветнический характер, совершенно необоснованы и вызывают серьезные вопросы относительно будущего общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза. К сожалению, этот отчет, отражающий поверхностный подход к внешней политике и политике безопасности, также показывает, в какой мере члены Европейского парламента стали заложниками популизма, а также насколько они далеки от выработки правильного стратегического подхода к нашему региону, заявил Гажезаде. Неуважение, проявленное к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана Европейским парламентом. Институтом Европейского Союза, который сам постоянно твердит о важности уважения этих принципов, осуждение антитеррористических мер, которые Азербайджан предпринял на своих суверенных территориях и во время которых не пострадало ни одно гражданское лицо, поощрение оккупационной политики и сепаратизма на наших территориях еще раз показывают, что Европейскому парламенту важнее личные интересы его членов, нежели международные правы и интересы Европейского Союза. До тех пор, пока Европейский Союз не положит конец этому произволу в своих институтах. Внешняя политика и политика безопасности организации будут оставаться заложниками утопического подхода в системе международных отношений, подчеркнула Гаджизаде. Принятые на вооружение азербайджанской армии ударные беспилотные летательные аппараты АКНДЖИМ провели воздушную разведку по установленным маршрутам, определили координаты наземных целей условного противника. В соответствии с планом подготовки на текущий год, подразделения БПЛА военно-воздушных сил Азербайджана продолжают выполнять учебно-тренировочные полеты. На учениях, проводимых в целях поддержания высокого уровня боевой подготовки и совершенствования индивидуальных способностей членов экипажа, были высокопрофессионально выполнены все поставленные задачи. Вперед с гордостью! Под этим названием сегодня в Азербайджане впервые стартовал ультрамарафон Ханки-Анды-Баку. Первый этап ультрамарафона завершился в Евлахе. Первое место занял Эльмир Аскеров, который преодолел 83 километра за 6 часов 52 минуты. Ага Алиев финишировал вторым, а Эльман Абышев – третьим. В Азербайджане впервые стартовал ультрамарафон Ханки-Анды-Баку, организованный Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана. Первые соревнования в Ханки-Анды участники начали с лозунга «Вперед с гордостью». Участники ультрамарафона преодолевая этапы Ханки-Анды-Евлах 83 километра, Евлах-Уджар 84 километра, Уджар-Гаджигабул 88 километров, Гаджигабул-Гобустан 70 километров и Гобустан-Баку 55 километров 4 марта прибудут в Баку. Мы вместе долгие годы переживали эту боль. Я сам родом из Каджбаджара, покинул его ровно 30 лет назад. Но затем, под руководством президента Эльхама Алиева, победоносная армия Азербайджана освободила наши земли от оккупации. Сегодня мы проводим мероприятие в Ханки-Анды. Для меня нет ничего лучшего на свете. Это настоящая честь для каждого азербайджанца. Карабах – это Азербайджан. Мы все переживаем историческое событие. Выражаем благодарность организаторам, участникам соревнования, представителям СМИ. Мы встретим участников данного спортивного мероприятия на финише 4 марта. Вчера уже состоялось несколько мероприятий, которые продлятся до 5 марта. Ожидается специальное мероприятие для детей-щахидов и ветеранов. Также пройдет акция по сдаче крови. Всего в ультрамарафоне участвуют 64 спортсмена. Среди них представители Турции – 5 человек, Мексики – 4 человека и Молдовы – 1 человек. Отметим, что победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители общего зачета получат главный приз. Субтитры создавал DimaTorzok и цифровом 22 каналах КТВ, на Айля ТВ по АйПи на 8, на цифровом 17 и аналоговом 31 каналах. Кроме того, Баку ТВ уже смотрите на АТВ+. Ну а я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok